Округ продолжает исполнять майские указы президента. К 2018 году всем субъектам страны необходимо довести среднюю заработную плату работников культуры до средней заработной платы в соответствующем регионе. Достичь таких показателей в Ненецком округе решили за счет реорганизации. Такое решение было принято на внеочередной сессии собрания депутатов. Также парламентарии рассмотрели законопроект о внесении поправок в устав НАО, которые касаются системы выборов глав регионов. Дирекция по эксплуатации зданий и учреждений культуры. Так назвали новую бюджетную организацию. Она займется деятельностью, непрофильной и несвойственной для учреждений культуры. Ее штату комплектуют быстро за счет перевода части персонала из различных организаций. Это позволит довести среднюю зарплату работников культурной сферы до средней в регионе. Функции, которые передадут дирекции, различные. Содержание зданий в учреждении культуры, введение бухгалтерского и экономического учета, осуществление закупок для нужд учреждений, контрольная функция по осуществлению капитальных и текущих ремонтов. Одним из пунктов повестки сессии стал законопроект о внесении поправок в устав НАО. Собрание депутатов округа поддержало инициативу законодателя регионов, входящих в состав Арктической зоны РФ, по изменению системы выборов губернаторам, в рамках которой предлагается вернуть процесс назначения глав регионов. Наш субъект является таким особым субъектом в плане экономической безопасности, обеспечения экономической безопасности нашей страны. Поэтому мы полагаем, что здесь должно быть особое, наверное, влияние президента Российской Федерации на принятие решения по высшему должностному лицу нашего субъекта. Проект закона принят в первом чтении и отправлен на внесение поправок до 25 ноября текущего года. Кроме этого, депутаты окружного парламента предложили дополнить перечень полномочий губернатора полномочиями по обеспечению взаимодействия между органами исполнительной власти региона и Архангельской области в целях устойчивого социально-экономического развития округа. Ирина Цепетова, Антон Водряков, Телеканал «Север». По сообщению информационного агентства России ТАСС 19 ноября прямые выборы отменили в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. Выборы губернатора Ненецкого округа прошли в сентябре этого года. Главой Заполярного региона избран представитель «Единой России» Игорь Кошин. Срок его полномочий – 5 лет.